друзья всем привет как и обещал снимаю видос о том как я готовлюсь к сезону уже послезавтра поеду на турнир с которого тоже надеюсь что сниму видео вот сегодня решил подвязать немножко поводков обычно я этого не делал стараюсь все-таки проводить какие-то эффективные тренировки и уже после них навязывать какое-то определенное количество поводков но есть какие-то фавориты по прошлому сезону которые я в любом случае хотел бы иметь у себя в арсенале в каком-то там определенном количестве и начать я хочу давайте начнем наверно по поводу лесок поговорим в этом сезоне я буду использовать две модели лесок первое это леска фидербай тубертини которая собственно компания фидербай мотает на известном заводе леска высокого качества есть тонких диаметрах конкретно я буду применять диаметры 007 и 008 ну и наша основная леска команды земикс это поводочная леска земли sky про competition которая начинается от диаметра 0091 ну и собственно говоря 009 и 01 наверное это два самых таких ходовых фидерных диаметра которые мы используем практически всегда я еду на турнир в тверь поэтому сегодня еще также у меня будет поводочек 0148 и вполне вероятно что на месте может быть надо будет вязать что-то еще более брутально потому что там немножко такая крутая рыбалка есть самые и рыба активная поэтому хочу иметь пару поводков такого очень серьезного диаметра по поводочницам все знают что я являюсь приверженцем бобин разного вида какие я буду использовать в этом сезоне обычно стараюсь брать бобины максимально крупные то есть вот это колмик девятка размер сейчас на рынке появилась еще вот такое вот чудо китайского производства это две бобины в кейсе на магнитиках бобины больше десятка я их тоже взял чем больше бобина тем удобнее использовать длинные поводки но при всем при этом я решил еще вернуться к старой доброй гуровской поводочницы для чего здесь я хочу использовать только поводки длиной 50 сантиметров то есть это минимально разрешенная длина и здесь будут те же самые крючки что на этих бобинах но я буду знать что в этой проводочнице просто у меня лежит все навязанное именно полтинники но из полтинника я сегодня и хочу начать речь пойдет о самых деликатных поводках сколько их нужно и много было вопросов там какие длины на каких крючках на каких диаметрах вязать начну я с крючка вот такого вот это гамакаса внутренний рынок крючок супер деликатный называются вроде как вакасаги у нас его в команде называют еще кавасаки но это по моему эти мотоциклы вот это такая альтернатива супер облегченному соду очень тонкий очень легкий очень деликатный крючок на который можно получить поклевку даже когда не клюет уже абсолютно ни на что ну и соответственно презентация по мотылю на этом крючке просто фантастическое поэтому давайте навяжем его делать его буду на поводочки 50 сантиметров потому что в том сезоне очень меня он выручал именно при ловле запрессованного окуня при ловле подлещиков последние вот эти вот минуты тура когда рыба уже вообще ну вот просто ничего не клюет я ставил этот крючок на тонкой леске и получал долгожданную поклевку как раз тех граммов которые мне обычно не хватает в конце тура леску буду использовать 007 длину как я сказал же 50 почему 50 потому что мне удавалось в одном турнире как раз ловить окуняка он реально не клевал и по окуню длина полтос он прям оптимальный есть конечно вариант все это еще использовать со вставками честно скажу я вставки вообще не люблю но на тренировках чтобы все это быстро происходило иногда их использую понимаю что нужно там удлинить поводок и только кто уже в любом случае буду вязать полноценную длину на поводочной лески мое мнение все таки что презентация будет гораздо лучше у нас конечно учитывая что мы снимаем со светом я не очень хорошо вижу ну ну вроде попал значит что касается я вижу руками тоже вопросов было много по крючковязом во всей вот этой истории не пользуюсь не крючка разами не петли разами петли у меня большие крючки у меня получается завязать так что мы делаем дальше дальше берем рулетку для чего можно конечно вязать на глаз но история с поводками 50 сантиметров я бы не стал потому что и с другими кстати тоже мы берем от края стола находим наш полтинник и вот сюда вот просто можно поставить там допустим пачку крючков или что-нибудь еще у нас были ситуации когда в команде грубо говоря ловили там одними поводками другими я говорил что ловил поводком метр сделал все это вроде бы как бы на глаз на самом деле мой поводок был метр десять и плюс отводы которые там есть до на поводок из фидерогама то есть получалось вообще там общее расстояние было там метр двадцать пять да и и получается что я мог вводить заблуждение своих же членов команды поэтому сейчас стараемся все вязать по линейке связали отмерили раньше я вязал вообще поводок 55 сантиметров ну чтобы наверняка но учитывая что у меня в любом случае сейчас 5 сантиметров резины всегда ниже кормушки то есть мне достаточно вязать действительно 50 по регламенту не попал это у меня привычка кусать все зубами но сейчас у меня есть вот такие модные ножницы shimano поэтому этого будет достаточно вот мой первый поводок готов я не буду вязать сейчас как бы там по 10 поводков в там нет смысла я просто покажу типа размеры длинны до каких крючках что я буду использовать вопрос 2 нужен ли мне деликатный крючок на каком-то более длинном поводке ответ однозначно да но крючок я буду использовать другой чуть-чуть помощнее крючок который как раз таки для пилогики мне показывал отличный результат это у коробочками сломалась это один тот тоже внутренняя япония но он чуть-чуть потолще чуть помощнее тоже крючок хорошо себя зарекомендовал как при ловле окуня плотвы и мелкого подлещика но он в любом случае позволит поймать более крупную рыбу поэтому поэтому мне нужны немножко разные форматы здесь тоже валяется но поводок будет такой же 007 только длина будет метр соответственно сейчас я привяжу и также рулеткой измерю метр на столе потому что метровых поводков у меня будет много метр это еще какой-то такой определенный стандарт для меня даст которого я начинаю рыбалку очень часто даже им и заканчиваю прошлом сезоне конечно приходилось много ловить именно на короткие поводки но почти все свои сессии я начинаю с поводка один метр дальше уже по ситуации либо укорачиваюсь либо удлиняюсь не стесняемся смачивать особенно учитывая что лесочка очень тонкая несмотря на то что хорошего качества но смачивать все же необходимо все погнали где у нас метр метр у нас вот тут крючок отлично открывается даже в пальцы что касается размера петель я не заморачиваюсь петлю меня большие это никак на клев не влияет те кто вяжет каш петли разом говорят что они у меня совершенно ублюдские но главное это количество рыбы в садке узлы соответственно тоже не показываю думаю все знают как вязать петельки привычка осталось грызть зубами но на тонких лесках это не криминально значит длинный один метр я уже буду использовать на бобинах побольше на колнике здесь у меня как раз уже наклеено что это будет 007 иногда я еще по цветам ориентируясь то есть грубо говоря если у вас там есть своего рода светофор то есть по лескам на красных бобинах я вижу самые тонкие поводки то есть там 007 бывает 006 но редко как правило 07 это такой разумный фидерный предел дальше на желтых это как раз 009 и зеленый цвет типа такой более надежно это 01 понятное дело что цвета есть разные есть допустим такие бобинки здесь я просто назывался сами но у меня ассоциация с таким кем-то синеватым оттенком вот взяли нашу 007 соответственно тоже петелька скрутилась вот и продели не попался все таки 007 чуть-чуть сложнее видеть чем все остальные диаметры ну перейдем к поводкам более человеческим прошлом сезоне одним из самых любимых крючков у меня был zero я маме 4 5 номер хотя сезоном ранее это крючок терпеть не мог эту бобинку меня уже вот подготовлена я здесь устроил какой-то клуба чумелые ручки все вот это вырезал наклеил чтобы было красиво хотя можно просто написать на бобине ну так визуально просто для меня симпатичнее поэтому достаем наш zero я маме 4 что касается длин также работает крючок и на коротком поводке и на поводке в районе метра на коротком пока его вязать не буду хотя знаю что многие и мои коллеги по команде используют его на коротком поводке в прошлом сезоне я все-таки ловил этим крючком больше на метре то есть 80 сантиметров в метр и сегодня как раз таки на метровом я его завязать хочу тонкие крючки гамак отсут фасует дополнительно еще вот такой вот пакетик который мне не нравится что если ты хочешь в ходе тура повязать то это совершенно неудобно в случае этих крючков нужно больше и по поводку это будет уже 009 стандартная такая спортивная тема поводка 009 как раз мы и стартуем на большинстве наших соревнований тренировок и прочих наклеечка следующий крючок это будет также зверя маме также в метре но завязан он будет на леске 01 и размер его уже соответственно будет пятерка очень хороший ходовой размер подходит для активной рыбы принципе не только для активных крючок даже при размере в пятерке он вполне себе тонкий поэтому примерно так я вижу если варианты допустим вязать там четверку на 01 вариант есть но крючок настолько деликатный что в любом случае вываживание у вас будет такого образца что нет необходимости ставить поводок толще если вы будете грубо говоря использовать там 01 хай про competition и где-то налаживание немножко за жестите то скорее всего крючок просто разогнется вас обрыва поводка не будет но крючок реально может разогнуться поэтому я не вижу смысла то есть как правило модели крючков которые у меня дублируются по номерам то есть 3 4 5 они чаще всего вяжутся на разном диаметре лески хотя ситуации формата когда рыба там клюет на крупный крючок допустим и нужна именно тонкая леска до размер кучка не важен такие ситуации бывают реально я в них попадал то есть крючок может быть просто конская пятерка с крючком мотыля леска должна быть 008 тем не менее ситуации этих не так много чтобы навязывать заранее такие модели поводков в любом случае леску которую вы навязали то есть если у меня остались поводки с прошлого сезона конечно я их не буду использовать и лучше привязывать новые поэтому если вы заготавливаете поводки не нужно делать там каком-то огроменном количестве то есть я допустим для старта сделанную максимум по одной пачке поводков даже если я знаю что допустим зерой маме мне нужно будет больше я лучше где-то в середине сезона подвяжу свежих поводков на нормальной леске потому что бывает что те же бобины попадают с поводками в разные условия это может быть там дождь грязь слякость это набивается и вряд ли качество лески которая здесь была станет выше от этих всяких дел поэтому вот эти вот бобины мне чем понравились тем что как раз здесь ваши крючки будут защищены и для них же специально я взял вот такую вот его емкость хотел конечно буровскую но подвернулась возможность взять вот такую гамакасу тоже это японский контейнер красивенький и сюда отлично они становятся я посчитал как раз там 6 коробочек это 12 поводков все закрывается она защищена по факту и от света и от грязи и от воды ну вот вот такая вот штучка у меня будет посмотрим как она покажет но визуально пока мне все очень нравится и соответственно здесь будут большие бобины с какими-то хорошими длинными поводков три варианта бобины будут сезоне вот эти я тоже наверно в какую-нибудь его емкость определю и и посмотрим что у нас в сезоне получится так еще один метровый поводок от темы сейчас скоро будем вязать что-нибудь по брутальнее потому что я вообще не уверен что в твери мне нужны будут именно вот такие поводки деликатные сейчас коллега мой как раз был на тренировке но я ему сказал что что занят попозже наберу узнаю но улов был отличный и судя по рыбе я бы не сказал что там что там нужно будет поводки 0901 наверное единственный турнир вот который в прошлом сезоне был где я использовал поводки там чуть ли не 0 165 и даже их было мало рыба умудрялась их оборвать так но есть еще один крючок без которого я не могу это сосами вот такой вот 4 5 номер в этом сезоне я взял все размеры и 6 7 думаю что буду применять их по хорошей активной рыбалки на той же окей ну и возможно кстати они пригодятся сейчас в дом или потому что там шестом 7 размере крючок действительно классный прочный значит четверочка она у меня есть еще остатки также сделал он такую бобинку все видно 009 один метр пятерка будет соответственно навязана на поводке 01 то есть абсолютно такая же история как зеро я маме крючок больше толще соответственно поводочек тоже немножко больше зеро я маме были какие-то там нарекания у некоторых спортсменов что там кто-то с этим крючком не так но я знаю ряд хороших спортсменов которые вообще используют практически только этот крючок и абсолютно довольны и как бы я тоже считаю сейчас мой арсенал ну как бы из этого крючка мне очень сложно его представить хотя давайте ладно четверка есть давайте все-таки учитывая что мы им в удоблю давайте завяжем пятерку потому что по отчетам там клюет ну не основная может быть рыба но клюет густера густера неплохая и я думаю что пятерка подойдет больше из любом случае два крючка будут но я пока уже ориентирован на турнир который будет уже буквально вот через несколько дней мне тоже часто спрашивают ну какие размеры допустим сосами ну чтобы не брать всю линейку там какой лучший размер 4 или 5 конечно сложно ответить на этот вопрос но если у вас там больше турниров да вы чисто ловите в спорте простые рыбалки для вас там третьестепенно то наверное четверок если вы как бы продвинутый пользователь ловите и на турнирах на вас много обычных рыбалок то есть вы ловите нормальную рыбу ну понятное дело что пятерка в этом случае будет в приоритете но самый лучший вариант иметь оба этих размера даже учитывая что есть ножницы через раз то ножницами то зубами так ножницы опять убрал нужно ставить что-то другое ну и со сами наш любимый многими короче я понял когда вижу крючок там я режу ножницами когда вижу петлю я грызу зубами все со мной ясно не рекомендую никому так делать потому что зубы сейчас стоят существенно дороже такая здесь булавочку не воткнул а нет вот кому я даже цвет булавочек старался максимально выбрать из того что есть потому что ну к таким бобином отдельный булавок нет но эти постарался выбрать по цвету но там не было всей гаммы поэтому примерно вот так ну и что нибудь давайте наверно конская завяжем то что я реально нет я хотел еще пелагику значит поводки более метра изначально они подразумевают ловлю уже в ярусе как правило это плотва это может быть густера или даже любая другая там донная рыба она очень часто в пелагику клюет и по той же плотве густерея есть вот такой крючок тоже внутреннего японского рынка это мияка 35 номер по большому счету это чика в очень хорошем достойном японском исполнении и этот крючок я много использовал на поводке метр тридцать часто бывает и полтора но метр тридцать плюс от вот такой стандарт по ловле хорошей плотвы которая клюет не только с 1 но клюет и в ярусе поэтому чику чаще всего я вижу как раз таки на поводках более метра сейчас вязать его не буду но для пелагики вот два крючка который в принципе по плотве да и не только это сабля и мияко их принципиальное отличие в том что мияко имеет прямое жало сабля имеет загнутая внутрь по принципу многих карповых крючков и вот эти два крючка я часто использую именно на поводках более метра хотя нужно признать что сабли такой крючок достаточно универсальный может быть навязан на самых разных длинных тем не менее у меня он будет в районе метра метр тридцать вот пока я не уверен что у меня будет к логически выезды если вдруг в дом ли нужно будет подвяжу по месту а сейчас хочу завязать что-то по-настоящему конская большое то есть это пусть будет крючок классического стандартного образца это крючок ямами называется тоже внутренний рынок особо никто не возит эту форму но форма действительно классическая лещовая ориентированная на крупную рыбу то есть можно сравнить с мавером катана с тем же там камасаном в никеле вот имеет немножко необычный цвет типа такой океанический но это напыление на самом деле сделано для того чтобы он стал более невидимым в прозрачной воде и раньше я использовал крючки такого света причем на флюрокарбоне и на самом деле в них отлично клюет хотя рыболов может немножко это отпугивать меня не пугает поэтому я хочу такую пятерочку завязать и думаю что тоже завяжу на метре может быть конечно нужен будет более короткий поводок если вдруг в ходе турнира там нужен будет поводок 80 я могу с бобины просто взять и по надкусывать кусочки поводков сделать их короче в любом случае я не стараюсь сделать очень много разных длин если нужно буду по повязать по месту длина 50 мне будет обязательно длина метр у меня будет обязательно многих крючках длинные для пилогики я уже сказал понятно есть еще уклейка тоже уклейка отлично клюет в чику она отлично клюет там какой-нибудь условный сон вот но в лично тема пока турниров нет я отдельно не вижу и тем не менее мияко на метр тридцать полтора это такой ну можно сделать одну бобину на полторашки и чисто он такая уклеечная если вы не планировали ловить уклейку вы не тренировали но у вас одна бобина с длинными поводками есть это нормальная практика что поводок 0148 много таких крючков вязать конечно я не буду потому что думаю что они нужны будут как раз таки только в удомлен одном двух турнирах не помню чтобы за последние там пару сезонов я использовал в других локациях этот поводок навязать конечно 0148 леску одно удовольствие этот крючочек можно смело уже насаживать 34 опарыши я думаю что как раз таки такого формата рыбы у нас и будут там клевать мне конечно понадобится время чтобы заполнить поводочницу но пока я буду вязать то что нужно для этого турнира для ближайшего дальше постепенно когда будет время вечерами я постараюсь потихоньку это все дело наполнять так это кстати куда-нибудь давайте отсюда таких поводочков десяток я навяжу некоторые мои коллеги уже даже вязали поводки 02 я видел поводочность у меня скидывали вот это самый лучший поводок и и вполне вероятно что действительно в удомленном придется вязать поводки 02 может быть даже использовать поводки из шнура потому что сомики местные очень сильно подросли и и там это совсем другой мир поэтому то что я наверное сегодня хотел показать я показал это мои размеры крючков которые этом довезу на каких-то определенных диаметрах лески еще вот этот крючок я не навязал хотя планировал это на на и маме я его не очень люблю и тем не менее бывает что поле чем показывают крутые результаты и и на поводке там 50 60 сантиметров и на поводке около метра вот и вот так же нужно иметь в арсенале сегодня нет у меня крючков марка то на нем не практически закончились но если там остатки может быть прошлого сезона поэтому как раз таки вот этот крючок это один из альтернатив катания он есть мне в четвертом номере в другом то есть в этом сезоне я буду его обкатывать посмотрим если он заменит кота она отлично если нет ну значит найдем ее где нибудь в магазинах вроде как уже она появилась но на предсезонке особо не было вот ну и плюс еще один крючок который мне нравится в пятом номере вот такое он также у меня закончился я его жду он скоро приедет это крючок который мы отыграли и чемпионат россии ну и много других турниров то есть пока он есть третьем номере но скоро подъедут все остальные я также их подвяжу вот пятый номер в том году у нас был самый топ и как раз он работал на поводке около метра поэтому все наши ребята будут вывязать в большом количестве потому что зашел он под самую разную рыбу от плотовые густеры и заканчивая там под лещами и даже вполне себе упитанными лещиками в общем и целом конечно вязка поводков да и какие-то определенные длины с какими-то определенными моделями это личное дело спортсмены у всех есть какие-то предпочтения то есть я ловлю в таком стиле но при этом даже в моей команде есть спортсмены которые используют там другие крючки на других длинах и у них это работает лучше то есть выбирайте свои крючки и кстати когда у вас есть проблемы с реализацией то есть бывает дело вовсе не в крючках мы тысячу раз попадали в эти ситуации поэтому иногда достаточно убрать 20 сантиметров поводка или добавить и у вас реализация просто станет стопроцентный такой у меня был турнир не так давно когда на поводок 70 там сантиметров вообще подлещик секса там через раз я перепробовал все другие крючки все не то потом вернулся к тому же зерой маме четвертому просто сделал его там метр двадцать и у меня все поклевки пошли в загиб поэтому это тоже важный такой момент иногда не спешите менять форму крючка просто постарайтесь поиграть с длиной поводка это приносит результат на сегодня у меня все я продолжу вязать поводки но если это буду делать все на камеру то я думаю что просто вас утомлю поэтому до новых встреч друзья скоро будут видосы с воды пока